Встреча жителей была обусловлена проблемами, с которыми они столкнулись, проживая в доме 4А микрорайона Финский. Выслушать их претензии пришли представители застройщика, управляющий компанией ЮИД-сервис и депутат Совета депутатов городского округа Павел Жуков. Обсуждалось утепление фасада, обсуждалась неработающая вентиляция на доме, участие собственников. Управляющая компания говорит о том, что часть собственников сделали перепланировки. Удивительно скромно повели себя представители управляющей компании и застройщика, отказавшись на камеру прокомментировать ситуацию. В свою очередь жители рассказали, что вентиляция работает наоборот, воздух не выходит из квартир, а наоборот поступает в них с улицы. Представители управляющей компании признали этот факт и дали свои объяснения. Что такое вентиляция? Это воздух должен циркулировать, а когда квартиры стоят пустые и еще жители перекрывают отопление, то есть что, по сути дела, вот вы живете, а ваши соседи не живут, они перекрывают отопление, вы плачете. Это очень многие, кстати. Я имею в виду про воздух, то есть, соответственно, воздух, когда холодный поступает в вентиляционную шахту. По дому не дешевле, куда-нибудь? Да, но я имею в виду по всему стояку, то есть, когда дом заселен, происходит циркуляция воздуха. Также у жителей был вопрос по дополнительному утеплению фасада здания, которое было выполнено застройщиком в рамках гарантийного ремонта. В настоящий момент требуется проверка тепловизором. И еще один вопрос, поднимавшийся на встречи. Тариф на содержание и текущий ремонт в этом доме в настоящий момент составляет 44 рубля с квадратного метра, что выше муниципального. Как выяснилось, для того, чтобы изменить тариф, жителям дома 4А необходимо провести собрание и принять на нем соответствующее решение. Депутат Павел Жуков, подводя итоги разговору, отметил, что требуется провести независимую экспертизу системы вентиляции в доме. В целом, я считаю, что должна быть заказана какая-то независимая экспертиза для выявления, потому что, я думаю, все-таки не только собственники здесь виноваты в этой причине, что, скорее всего, и вина застройщика есть тоже определенная. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.